Скрывать свои доходы от налоговой не только незаконно, но теперь и крайне невыгодно. По новым правилам эти данные передают в пенсионный фонд для расчета суммы страховых взносов. Отсутствие сведений сыграет с предпринимателями злую шутку. Вместо минимального взноса 18 610 рублей им придется уплатить максимальный, а это уже 148 тысяч. Такие квитанции под Новый год могут получить около 10 тысяч амичей. Как этого избежать и готов ли бизнес сегодня развиваться узнала Ксения Товичкина. Анастасия Трапезникова открыла свое дело всего 4 месяца назад, но уже подсчитывает прибыль. Эксклюзивные авторские бабочки пришлись по вкусу амичам. Аксессуары расхватывают как горячие пирожки от 800 рублей за штуку. Разовые заказы быстро перешли в целые партии. И это при том, что собственных средств в магазин девушка не вкладывала. 135 тысяч на развитие дела Анастасия получила из бюджета области. От центра занятости мы мне выделили, мне предоставили возможность пройти переподготовку и дальше предложили поучаствовать в гранте. В гранте на открытие собственного дела. Я написала бизнес-план, идею оценили и дали мне финансовую поддержку. Государство настолько у нас при желании самого человека оказывает поддержку и консультационную, потому в бизнес-инкубаторе мне рассказали и проконсультировали, как это сделать можно. И с юридической точки зрения. И в принципе проблем особых не было. О том, что с открытием своего дела проблем нет, говорит и статистика. Если в 2014 году в Омске было зарегистрировано чуть больше 46 тысяч предпринимателей, то в этом году их уже 47 тысяч 177. И это несмотря на экономический кризис. Процедура оформления ИП проста. Нужно всего три документа. Заявление, копия паспорта и чек об уплате госпошлины. 800 рублей. Вот так 10 минут и вы бизнесмен. Законводитель стремится ускорить и облегчить максимальным образом регистрацию в качестве предпринимателей, чтобы, скажем так, стимулировать бизнес в том числе. Предприниматели должны выбрать режим налогообложения, соответствующий, который им удобен. Либо это будет общая система налогообложения, либо упрощенная, либо в виде патента. Режим определяет, каким образом предприниматель будет платить налоги. Суммы взносов зависят от общего дохода. В год это 6%. Иными словами, чем больше зарабатываешь на своем деле, тем больше отдаешь в государственную казну. Допустим, в месяц общий доход у вас составляет 60 тысяч рублей. В год это уже 720 тысяч. 6% от них это 43 тысячи 200. Кстати, не забываем и про подоходный налог. Это 13% от уровня заработной платы на каждого сотрудника ежемесячно. Но и это еще не все. Существуют и страховые взносы в пенсионный фонд. В год предпринимателю нужно заплатить 18 610 рублей. Плюс взнос в фонд обязательного медицинского страхования около 4 тысяч. И это если ваш годовой доход не превышает 300 тысяч. В ином случае к фиксированному платежу придется добавить 1% от общей суммы дохода. Не все предприниматели выдерживают такие условия и закрывают ИП. Так в 2015-м свою деятельность прекратили около 5 тысяч амичей. Среди них и Екатерина Кобелева. Два швейных ателье перестали приносить прибыль. Иной раз приходилось цены повышать на какие-то изделия, какие-то ремонты, чтобы обеспечить вот эту вот уплату налогов. Экономическая ситуация у людей меньше денег, меньше заказов. Повышение цен на какие-то услуги – это тоже дало свои толчки для закрытия. Однако не все сразу закрывают свое дело. Некоторые просто приостанавливают деятельность на время, в надежде вернуться на рынок. О доходах в налоговую, естественно, люди не отчитываются. Поступать так теперь себе дороже. Если предприниматель вообще не отчитался в налоговый орган по доходам, то есть мы не имеем представления, сколько он заработал за год. Тогда органы пенсионного фонда будут взыскивать в максимальном размере, это 8 минимальных размеров оплаты труда. То есть из расчета тарифа, это сложные, может быть, слова, но нужно понять, что вот, допустим, в 2015 году, за 2015 год, в случае, если предприниматель не отчитается в налоговый по доходам и нам эти сведения не передадут, это будет 148 800 рублей. Взыскано с каждого предпринимателя. Получить крупные счета уже в январе 2016 могут 10 тысяч предпринимателей. Столько отчетов не хватает в пенсионном фонде сейчас. На исправление ситуации у омских бизнесменов осталось чуть больше месяца. И лучше это сделать, даже если у вас нулевой доход. Иначе взыскивать долг к вам придут судебные приставы. Ксения Тойчкина, Артем Колесников и Андрей Кузьмин. Антенна 7.